Меня зовут Виолетта, мне 28 лет, с 2019 года я жила в Мариуполе. 24 февраля в начале шестого утра начали звонить разные друзья и говорить, что Россия напала на Украину. Ну, в первый день у меня не было какой-то паники, какая-то у меня была уверенность в наших вооруженных силах. Друзья, у которых были автомобили, в этот день уехали, но я решила не ехать. С 27 числа из города уже нельзя было выбраться никак. Если что, вот это чья-то могила. Улица Гонта просто. На кладбище не попасть, потому что оно за городом, службы никакие не работают. Ну, это не первая, кстати, могила, но это первая в нашем дворе. А так по дворам хоронят людей прям под окнами, потому что что делать. В первый день я ничего не слышала, кроме того, что передавали мне друзья с левого берега, писали, что у нас там бахает, там бахает. Поэтому, ну, так сложно было как-то сразу в контексте войти того, что происходит. В этот день вечером я потом поехала домой к маме моей подруги, у которой мы потом всю блокаду оставались. Я родилась и выросла в Мариуполе и жила в одном и том же месте всю жизнь. У меня сходил. У моей мамы квартира в Ильчавском районе, сейчас он Кыльминовский называется. Настя. Четырнадцать людей. Уже все без настроения. Дни до того, как отключили связь и свет, мы просто сидели целыми днями, читали новости. Сидели в коридоре, в безопасном месте. Ночевали в коридоре тоже. Потом уже, когда отключили свет, связь уже была не так весело, конечно. Потом уже поняли, что в городе происходит что-то серьезное, и мы поняли, что из города нельзя выехать, потому что появились на улице прострелянные машины. И люди говорят, что при выезде из города их расстреливают. Город был окружен российскими войсками. Обстреливать выезжающие машины могли только российские войска. Мы надеялись, что у нас получится выехать какими-то способами задолго до того, как этот день наступил. И каждый день, когда мы просыпались и ждали эвакуации, или искали машину, или придумывали, как мы можем выбраться, мы каждый раз надеялись, что это именно тот день, когда мы выйдем. Но произошло это только 17 марта. Мы видели, как проезжают машины, обвязанные белыми лентами с надписью дети, никто не останавливался. Все люди просто пытались как можно быстрее выехать из-под бомбежи. Мы стояли возле дороги и пытались застопить машину, но никто не останавливался. И помимо этого нам приходилось постоянно бегать в укрытие, которого, конечно же, нет прямо возле дороги. Чтобы спрятаться от взрывов, которые были постоянно, мы не знали, куда упадет в следующий раз. Но мы слышали, что это прямо где-то возле нас падает. И однажды, например, упало через дорогу от нас. Мы понимали, что, может быть, в следующий раз так не повезет, поэтому просто пошли домой ни с чем. Шанс, что нас заберут в машину, нам казалось сначала возможным, потом, после нескольких часов стояния на холоде возле проезжающих машин, столпой людей, которые точно так же ждут. Я думала, что это уже невозможно, что нас никто не заберет, и нужно искать какие-то другие варианты. Мы отключили свет, и на следующий же день размародерили все магазины буквально за один день. Уже не осталось ни одного целого магазина в городе. Я понимаю, зачем люди мародерили продуктовые аптеки. Из-за паники, из-за того, что продуктов нельзя было купить, ничего нельзя было купить, все было закрыто. Отключили свет, и все закрылось сразу. То есть магазины и не работали. О, это, наверное, тоже грация воняет. Да нет, это все кастрики вонят. Вчера, в общем, ночью сгорела грация. Сейчас вам покажу. Нам достаточно повезло, потому что мы были в относительном центре города, и бои непосредственно в нашем районе, наш район непосредственно начали разрушать уже на вторую неделю блокады. Мне кажется, я прощалась с городом в день, когда его мародерили. Тогда мы поняли, что что-то суперсерьезное происходит. Просто так это все не закончится. Я не могла представить, к чему это все приведет, что полностью уничтожен город совсем. Первые дни мы как-то смогли запастись едой. В том числе друзья, которые уехали, оставили мне ключ от своей квартиры. У них было супермного еды дома. И дома было и у меня, и дома у мамы моей подруги была еда. И первые два дня мы там по магазинам собирали. Пока еще работали магазины, мы собирали по магазинам все, что можно там купить, все, что там у них оставалось. Поэтому у нас был достаточно нормальный такой запас еды. Когда мы уезжали, ну мне кажется, у нас... Ну там еще, может, на неделю еды было. Вот так у нас вообще был мешок картошки, то есть его можно было еще супердолго есть. Подожди, до завтра, до завтра. Кто-то до завтра. Нашлазадья ездит меня. Да. Вода питьевая была где-то 2 километра, может. Две остановки автобуса от нашего дома был источник реки. Ну то есть это выглядит как лужа. Идем за водой. Вот таким видом. Когда мы первый раз набирали, казалось, что это какой-то вообще бред. Неужели мы правда будем это пить? Набрали воды. Буквально с лужи. Она была с таким мыльным привкусом. Я уже их не отличаю. Пошли. Обычный день наш был такой, ну в 6-7 утра все просыпаются, потому что супер холодно, нет отопления и очень холодно. Долго невозможно спать. Ну и как бы ложишься спать тоже, часов в 10 уже хочется спать. Здорово. Походу 12 день войны. Не знаю. Вчера отключили газ. Неделю без воды и неделю без света. Мы только поставили хлеб. Хлеб не спался, мы едем собирать дрова. Тут уже полевая кухонька поехала везде. Ну пошли. Сейчас я что-то сделаю красиво, как в тренде в тиктоке, где показываю свой пояс. Ну первым делом нужно пойти разогреть воды горячей, чтобы все, потому что ты вылезешь из одеяла и начнешь сразу же мерзнуть. И конечно первым делом хочется погреться, а кому-то зубы почистить в холодной воде невозможно. Вчера отключили везде газ, но сегодня все собирают дрова. Я сегодня даже зубы очистила. Я тоже. Вчера не чистила. Мы сегодня хотя бы потеплее. Мылись мы два дня, или три дня назад. Три дня назад мы мылись. Голову мыли где-то неделю назад. Ну вообще в основном целый день проходил как бы возле костра. За водой мы ходили там раз в два дня. Так как нас было много человек, мы могли за раз принести много воды питьевой и технической в том числе. Дома холодно, темно, там делать нечего. А у костра как бы все соседи, мы все тусуемся, общаемся. Это вообще как бы единственная коммуникация была или какая-то социализация, там это вот только с соседями общаться. Потому что и ходить там в другой район, из района района было опасно. А у нас термос есть. Термос есть. Ну мы же пока там находимся, у нас нет интернета, ничего. Мы не понимаем, что происходит в соседнем районе. Узнать, что происходит в соседнем районе, это только можно у кого-то спрашивать, кто откуда-то там приехал на велосипеде или там у кого-то на машине ездил. Мы только так могли узнавать новости. Гуманитарочку вот выдают. Говорят, даже конфеты в ней есть. Люди ждут эвакуацию, которую никто не обещал. Ну а что еще делать, конечно. Все уже хотят сюда просто съебать. Пойти пешком, это вот опасная была затея, потому что мы несколько раз, вот когда ходили на вылазку в другой район, мы несколько раз попадали под обстрел. Самый интересный за сегодня, как бы, новость, это пи*** пожар. Так, там уже все поперекрывали. Там еще посмотрели, там еще посмотрели, как стекла вынесут. На вторую неделю блокады уже даже стало... Опасно ходить за водой, там где-то 2 километра за водой он будет. Ну, две остановки. То есть можно сейчас выйти и попасть под снаряд или под самолет. Сегодня в науке минус 6, и все утро летают самолеты, кидаю сигнал. Еб***ь, это можете слышать, это не наши самолеты, слушайте руки. Очень стрёмно. На улице минус 6, дома где-то 5 градусов тепла. Интересно, слышно или нет. Глядя. Три в одном топ. На вот этой грязной воде даже мыльного вкуса не чувствуется. Воду набираем, грубо говоря, в реке. Ну, живот от нее не болит. Если перекипятить, нормально. Мыльный вкус. Вот такая вот классная жизнь. Россия нам устроила такой курорт. Просто обстреливали часто места скопления людей. А то есть нельзя в такой ситуации жить и не ходить в места скопления людей. То есть это понятно. Например, бассейн Нептун, там раздавали продукты, которые удалось найти на всяких складах, которые оставившиеся в городе. То есть я не могу назвать это гуманитаркой, потому что там, например, несколько дней просто людям раздавали печенье галетное. То есть это не гуманитарка. И прилетело в Нептун. Но когда летит сам снаряд, то слышно, как он так. И ты по звуку понимаешь, насколько он близко от тебя. И по звуку понятно, надо падать на землю или ты можешь убежать. Ну, в общем, обстановочка слышно. Когда ты в такой обстановке находишься, ты же начинаешь различать. Ну, дело в том, что к свисту снарядов мы привыкли, потому что в какой-то момент началось, что над нашим районом просто летали снаряды вот так вот туда-обратно. То есть это обычный день. Ты идешь, и у тебя над головой... Вот мы идем за водой туда-обратно, и вот над нами летают снаряды. Сюда надо чуть-чуть. Вот, а что такое? На фоне пожарчика, не знаю. Я не претендую на кинематографичность с того видео, если что. Мы когда выезжали, мы вообще не видели военных никаких. Не было, по городу не было блокпостов украинских военных, не было такого. Русские блокпосты ставили сразу, когда брали какой-то район. Украинцы не делали блокпостов. У нас была машина в другой части города, налево, в которой не было доступа. Но мы надеялись уже, что... Я была готова идти пешком к этой машине, чтобы просто выбраться из города. То есть, если бы меня убило по дороге, это, по крайней мере, была бы попытка какая-то. Но в конце концов, нас подобрала семья. Это было какое-то чудо, что у них хватило места на нас шестерых. Конечно, мы сидели все друг на друге. И я думала, что... Были люди, которые просили деньги на то, чтобы вывозить. И я думала, что нам придется заплатить какую-то огромную сумму, которую нам пока просто не называют. Но я была готова влезать в долги, только лишь бы меня вывезли оттуда. И в конце концов, оказалось, что это был... Никто не собирался брать из нас деньги. Это была просто человеческая помощь. Люди просто хотели помочь нам. Мы выехали 17 марта в 11 утра. Водитель в машине, в которой я ехала, он не знал дорогу, как ехать. Мы уезжали с рандомным водителем. Это был просто парень, которого мы встретили во дворе. Он паковал машины. И мы спрашиваем, есть ли места в машине. И он говорит, да, может быть, будут места. Надо просто собрать всех. У них была колонна из четырех машин. Это все соседи с одного дома. Водители не знали дороги, как выезжать, потому что территория до Запорожья оккупирована Россией. И никто не понимает, куда ехать можно, куда ехать нельзя, как выезжать, как выпускают вообще. Ну, мы на бум ехали. То есть, кто-то, кто выехал, написал сообщение или передавали, что, например, кто-то поехал сначала по городу, посмотрел, какая обстановка, как можно проехать. Потому что раз дороги же все разбиты тоже. Это же надо еще доехать до выезда из города. Ехали мы по набережной сначала, потом через поселок Моряков и потом уже выехали на Мангуш. И там уже начались русские блокпосты, которые были, ну, каждый метр в 300-500 уже до Запорожья. Это была долгая дорога. Мы ехали несколькими разными машинами с моей семьей. Как оказалось потом, мы ехали в разных направлениях. Моя мама оказалась не там, где, например, была я с сестрой. И вместо привычных двух часов мы провели в дороге 14, потому что было неимоверное количество блокпостов впереди. Мы не знали, что нас ожидает, потому что на блокпостах были флаги России и так называемый ДНР. Мы видели, как люди шли пешком, ехали на велосипедах, видели неимоверное количество машин с разбитыми окнами, прострелянные. Много людей останавливали и проверяли по дороге. Мне было страшно и противно на российских блокпостах. С одной стороны, потому что... Страшно, потому что я понимала, что камни есть за что докопаться. У меня есть что найти, потому что достаточно активно выражаю свою проукраинскую позицию. И, наверное, если бы проверили мои соцсети, мне бы вряд ли отпустили дальше. В то же время, мне казалось, мое внутреннее ощущение было сказать им, что они неправы. Хотя это абсолютно иррационально, я понимаю, что меня могли бы там убить, задержать, взять в плен. Но мне было в то же время противно, что мне приходится говорить этим людям спасибо за то, что они меня отпускают. С какой-то стати они проверяли мои документы на блокпостах. Хотя они никто в этой стране. Я в этой стране хозяйка. Это моя страна, а не их. И почему-то те, кто пришли сюда, какие-то самозванцы должны говорить мне, что делать. Мужчин всех проверяли, раздевали, смотрели татуировки, смотрели телефоны. Нам всякие вопросы там, типа, задавали. Там, где блокпосты украинской арты. Ну, еще такие там вещи были, типа, как там город выглядит. И это буквально же на выезде из города у нас спрашивали. Ну, такие с улыбочкой. Вот так вот листая, читая переписку в Телеграме, вот он так стоит, сидит. Он стоит, так вот листает, что там улыбается, смеется. Как там город? Что вы видите, как вас не любит Азов? Это что он все делает? И читает вот так вот переписку в Телеграме. Типа там что-то показывает второму там русскому. Ну, и вот так вот на всех блокпостах было. У нашего водителя была татуировка Скорпиона, по-моему. И какой-то там был максимально неадекватный оккупант. И начал кричать, что Скорпионов бьют только снайперы. А водитель ему говорит, да я Скорпион по знаку Зодиака. Вот же у вас есть мой паспорт с датой рождения. Он говорит, нет, ты снайпер-снайпер, наводчик-наводчик. И начал у него лазить в телефоне. И нашел у него там в переписку, в переписке, как он скидывал кому-то в переписке фотографию после точки Уда. И он говорит, а там как-то этот контакт был подписан. Странно, в общем. И он говорит, это чей-то позывной. Вот, значит, ты там украинский военный, а это чей-то позывной. И наш водитель ему говорит, ну, вы позвоните на этот номер тогда. Просто позвоните. В общем, он позвонил, ему ответил женский голос. И тот чувак сразу заткнулся. Пытались как-то надавить, чтобы мы в чем-то признались. Ну, какие-то психологические подходы. Даже если бы кто-то из нас был ВСУшником, вряд ли бы это сработало на кого-то из нас. Ну, так я могу сказать. Заставляли удалять фотографии разрушений. Любых, да, да. Любых разрушений. Разбитой техники военной. Ну, у меня все было, например, удалено с телефона до поездки еще. Потому что я понимала, что может что-то такое произойти. Мы приехали в Бердянск посреди ночи, поэтому я ничего не видела. Утром мы проснулись в бомбоубежище. И очень быстро направились. Там была связь. Я смогла впервые за вот это все время позвонить всем друзьям. Поэтому мое утро прошло там где-то час. Я потратила на то, чтобы позвонить всем друзьям, написать сообщение всем, кому смогла. Получается, до Запорожья мы добирались двое суток. Мы ночевали в Урзуфе, в пансионате «Солнечный берег». Туда, там размещали всех, кто выезжает из Мариуполя. Ну, вообще по всем городкам, по побережью расселяли всех мариупольских. Но при этом, там, например, в пансионате русские не удостоились привезти питьевой воды, например. Там не было питьевой воды. Там не было еды никакой. Размещали не русские, размещали местные. Но, видимо, русские приехали и сказали «размещайте». Русские только могут привезти туда питьевую воду, завести еду какую-то или продукты, потому что они оккупировали город и перекрыли все дороги. И после этого мы пошли к площади, где собирались люди на эвакуационный автобус. Людей было очень много. Безопасно там не ощущалось. Мне казалось, что клетка может снова захлопнуться в Бердянске. Поэтому, когда, например, я списалась со своей подругой из Бердянска, она мне сказала, что они еще думают с семьей, стоит ли им уезжать. И я моментально начала убеждать ее уехать. К счастью, она уехала. И сейчас уже сложно выбраться из Бердянска. Я рада, что она не там. Автобус был абсолютно переполнен, потому что это было как шлюпка на Титанике. Автобусов было пять людей, которые хотели уехать, было намного больше. Бензина нет, своим входом сложно уехать. Поэтому нас набилось намного больше, чем должно было быть. В автобусе было сложно, но я была готова терпеть. То есть ощущение, что меня сейчас заберут, куда-то и спасут. И это уже автобус, в котором я уже нахожусь. Моя главная цель была просто попасть в автобус. Дальше мне было все равно. Будет ли у меня там еда, вода, нужно ли мне будет терпеть и не ходить в туалет сутки. Или ходить в туалет под себя, или стоять на одной ноге, неважно. Начался обстрел дороги, и нам пришлось ночевать посреди заминированной трассы. И это было, наверное, тоже один из самых страшных моментов во всем пути. Спокойно себя более-менее я смогла почувствовать только, когда мы пересекли украинский пропускной пункт с нашим флагом. Когда мы поняли, что мы не сможем проехать, мы остановились перед Васильевкой, последний пункт перед украинским Запорожьем. Там постоянно идут бои, и мы не смогли проехать, нам пришлось стоять там всю ночь. Для меня нет проблемы подождать эту ночь, я могу стоять на улице, не спать всю ночь на холоде. Мне было главное понимать, что у меня есть ощущение безопасности. А этого ощущения не было абсолютно именно в тот момент, потому что мы находились в пункте населенном, который постоянно обстреливают. Вокруг нас мины, с нами нет никого, и не было веры в то, что мы доживем до утра. Мне казалось, что после того, как мы проделали такой огромный путь из Мариуполя, мне часто снились там сны, в которых обстреливают наш транспорт, с которым мы выезжаем. Это был мой страшный сон, который стал реальностью. Было сложно находиться внутри, места не было совсем, чтобы стоять. Поэтому я решила, что я буду просто находиться на улице всю ночь. Я вышла и стояла просто рядом с автобусом, закутавшись в спальник. Это вот одна из немногих вещей, которые я вывезла из Мариуполя. К счастью, нас забрали к себе в кабину водителя автобуса. Там я тоже сидела на полу, закутавшись в спальник. Там было холодно, но, тем не менее, просто ощущение, что есть люди, которые верят, что мы выживем, меня поддержало, и я смогла даже поспать пару часов до того, как мы добрались до Запорожья. Последний блокпост российский находится в поселке Васильевка. После Васильевки начинается заминированная трасса, там взорван мост, и там надо объезжать по грунтовой дороге. Это самое было, наверное, страшное приключение, потому что мы ехали по трассе, и ты прям видишь, как эти попки от Мин торчат. Везде, то есть себе надо их объезжать вот так вот аккуратненько, медленно. И как бы бензин еще заканчивается у всех. То есть это же еще смысл в том, что невозможно бензина найти, и на оккупированной территории России тоже нет бензина, там никто просто так тебе не будет давать. У нас там было очень ограниченное количество бензина, поэтому нам надо было ехать с определенной скоростью. Мы не могли слишком медленно ехать, не могли слишком быстро ехать, поэтому мы очень боялись попасть на мину из-за этого. Когда там начинается грунтовая дорога, там вообще непонятно, куда ехать. То есть мы наугад ехали, и там взорванные машины стоят, взорванная техника, и ты просто едешь вот в такой атмосфере, то есть там ничего нету, и ощущение, что по нам просто могут сейчас бахнуть просто так. Никто даже не узнает, что мы тут были, потому что мы там ехали двумя машинами, получается, наш водитель и его подруга во второй машине. Что или нам сейчас просто прилетит снаряд, или мы на мину наедем. Ну вот после Васильевки, после грунтовой дороги, это начинается, ну там не блокпост, там просто военные наши там всех встречают, стоят. И потихонечку, там как бы, ты не сразу проезжаешь, ты стоишь, там собирается какое-то количество машин, приезжает полицейская машина, и потом ты в сопровождении полицейской машины уже доезжаешь дальше до Запорожья, ну там еще, наверное, минут мы 10-15 на ранее халях. А тебе сразу же подходят волонтеры и спрашивают, вы в порядке, вам нужна какая-то помощь медицинская, вам есть где ночевать, пойдите там покушать и горячей еды, у вас есть какие-то вещи, может, там надо переодеться, все, это все вопросы, что к нам были. То есть даже там у тебя никто паспорт не спрашивал. Все понимают, видимо, какой надо ад пройти людям, во-первых, ад в Мариуполе, потом ад выбраться из него, ад доехать. И, видимо, люди это понимали и больше уже как-то не мешали просто. Мне пока сложно прорефлексировать то, что происходило в Мариуполе, потому что я из Запорожья еще поехала в Киев, из Киева, во Львов, и супер много событий происходит по дороге. Ну, я думаю, конечно, изменило. В Мариуполе у меня был момент отчаяния, конечно, уже какой-то. То есть я там, был момент, когда я не смогла совладать со своими эмоциями, я уже такая была в отчаянии. Ну, теперь я знаю свои какие-то слабые стороны, еще сильнее. Теперь я стала еще злее, потому что это добавит мне силы, я думаю. Мне кажется, что сейчас только в злости вообще вся сила собирается. Потому что все, что было мне любимо, больше мне недоступно. Да, я верю в том, что Украина победит, потому что, во-первых, мы уже как бы победили. В истории точно мы останемся нацией, которая послала куда подальше русскую диктатуру и доказала, что можно бряскать оружием и при этом не уметь им пользоваться. Все, мы уже остались в истории. Все, осталось только добить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА